Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня» по приложению English Galaxy. В этом уроке мы с вами сравним времена Past Continuous и Past Simple. Смотрите, Past Simple мы используем обычно, когда какой-то просто факт в прошлом, или мы что-то пересказываем. Например, мы хотим сказать «Я решил пойти в другое место». Это просто факт в прошлом, мы что-то пересказываем, используем Past Simple. «Я решил пойти». I decided to go в другое место to another place. I decided to go to another place. Я решил пойти в другое место. I decided to go to another place. Хорошо. Как сказать? Она купила очень просторную квартиру. Опять же, просто факт в прошлом. Используем Past Simple. «Она купила», she bought, очень просторную квартиру. «Просторный» по-английски слово «spacious». Получается, очень просторную квартиру «a very spacious flat» or «apartment». «She bought a very spacious flat». «She bought a very spacious flat». «Она купила очень просторную квартиру». Используя слово «flat», получается «she bought a very spacious flat». Хорошо. Как сказать? «Я потерял свои ключи, но потом я нашел их». Смотрите. Когда мы пересказываем что-то, действия одно за другим, мы также используем Past Simple. Получается, я потерял свои ключи. I lost my keys. Но потом... But then... Я нашел их. Также Past Simple. I found them. I lost my keys, but then I found them. I lost my keys, but then I found them. Я потерял свои ключи, но потом я нашел их. I lost my keys, but then I found them. Вопрос. Отчего это зависело? Мы сами помним, что зависимый предлог в вопросе сохраняется. То есть мы скажем, от чего это зависело? What did it depend? И далее в конце еще он. Получается, what did it depend on? What did it depend on? Отчего это зависело? What did it depend on? Отлично. Как сказать? Когда я вернулся домой, я включил компьютер. Используя come back, получается, когда я вернулся домой, When I came back home, я включил компьютер. Мы с вами используем фразу здесь turn on the computer. Turn on — это включать. Опять же, видите, действия одно за другим используем по Simple. Получается, я включил компьютер, используя turn on. Когда я вернулся домой, я включил компьютер. Когда я вернулся домой, я включил компьютер. Хорошо. А когда мы используем время Past Continuous? Past Continuous — это длительное прошедшее время. То есть не просто факт в прошлом, а когда есть именно акцент на длительность. И да, здесь нередко используются разные временные указатели. Например, all day — весь день. All day — весь день. Акцент здесь на длительность указывает на Past Continuous в прошедшем. Скажем, он работал весь день. Он работал. He was working весь день all day. He was working all day. He was working all day. Он работал весь день. He was working all day. Хорошо. Или, например, still. Все еще still. Также указывает на Continuous still. Скажем, он все еще думал об этом. Он все еще. He was still. Думал об этом. Thinking about it. He was still thinking about it. He was still thinking about it. Он все еще думал об этом. He was still thinking about it. Отлично. Другой пример. Скажем, он становился все более удивленным. Помните, мы с вами ранее говорили, что фраза «все более» указывает обычно на длительность. Здесь также используем время Continuous, Past Continuous. Опять же, используя форму get, он становился. He was getting. Как вариант, можно сказать «he was becoming». Просто «he was getting» — это более неформально. «he was getting» — все более удивленным. То есть более-более удивленным. More and more surprised. He was getting more and more surprised. He was getting more and more surprised. Установился все более удивленным. He was getting more and more surprised. По аналогии скажем. Это становилось все дороже. Опять же, мы с вами в помолчании используем более информальное слово, форму get. Получается, «основилось» — «he was getting» — все дороже. Достойно «более» и «более дорогим». More and more expensive. It was getting more and more expensive. It was getting more and more expensive. «Остановилось» — все дороже. It was getting more and more expensive. Цены становились все выше. Цены, имея в виду конкретные, поэтому скажу не просто prices, а the prices. «Сновились» — «we're getting» — все выше, то есть выше и выше. Higher and higher. The prices were getting higher and higher. The prices were getting higher and higher. Цены становились все выше. The prices were getting higher and higher. Хорошо. А как спросить? Что ты делал вчера? Обычно, когда мы спрашиваем данный вопрос, мы используем время просто past simple. Так, что ты делал вчера? Используй past simple. What did you do yesterday? Что ты делал вчера? What did you do yesterday? Да, важный момент. Если просто слово «вчера» — «yesterday», то это именно время past simple. Но если есть более точное указание времени, например, там, вчера, там, 8 часов вечера, то мы используем past continuous, когда есть более точное указание времени. Да, это такое правило. Например, мы хотим сказать, да, спросить, что ты делал вчера в 8 часов вечера? Видите, не просто yesterday, а yesterday at 8 o'clock. Там вечера дословно получается in the evening. Поэтому, да, past continuous, что ты делал, past continuous, what were you doing вчера в 8 часов вечера? At 8 o'clock in the evening. What were you doing yesterday at 8 o'clock in the evening? What were you doing yesterday at 8 o'clock in the evening? Что ты делал вчера в 8 часов вечера? What were you doing yesterday at 8 o'clock in the evening? Далее, тоже интересный пример. Подумайте, какое время здесь использовать. Никто не слушал его, когда он старался объяснить это. Акцент на длительность. Раз так, то мы используем, да, по возможности, past continuous. Никто не слушал, никто no one уже берет на себя отрицание. Получается, no one was listening to him, когда он, when he, старался объяснить это. When he was trying to explain it. Да, получается, два длительных действия происходят одновременно. No one was listening to him, when he was trying to explain it. No one was listening to him, when he was trying to explain it. Никто не слушал его, когда он старался объяснить это. No one was listening to him, when he was trying to explain it. Также переходите в наши социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. Теперь давайте подумаем, когда необходимо использовать past simple и past continuous. Вот такой пример. Я писал письмо, когда зазвонил телефон. Итак, я писал письмо. Это длительное действие, поэтому используем past continuous. I was writing a letter, когда, when, зазвонил телефон. Это краткое действие, используем past simple. Засловно, телефон зазвонил. Телефон. The phone зазвонил rang. I was writing a letter, when the phone rang. I was writing a letter, when the phone rang. Я писал письмо, когда зазвонил телефон. I was writing a letter, when the phone rang. Другой пример. Так, подумайте, какое время здесь необходимо использовать. Я был дома, когда она пришла. Итак, я был дома. Да, видите, какого to be, continuous не употребляется, поэтому просто past simple, я был дома. I was at home, когда она пришла. Это краткое действие, past simple. When she came. I was at home, when she came. I was at home, when she came. Я был дома, когда она пришла. I was at home, when she came. Когда она пришла домой, мы ужинали. Какое здесь время необходимо использовать. Когда она пришла домой. Это краткое действие, past simple. When she came home, мы ужинали. Это длительное действие. Используем past continuous. Используем фразу, форму have dinner. Получается, we were having dinner. Когда она пришла домой, мы ужинали. When she came home, we were having dinner. Хорошо. А как сказать? Он вел машину, когда кто-то позвонил ему. Он вел машину. Это длительное действие. Используем past continuous. He was driving a car, когда, when, кто-то позвонил ему. Это краткое действие. Значит, используем past simple. When someone called him. He was driving a car, when someone called him. He was driving a car, when someone called him. Он вел машину, когда кто-то позвонил ему. He was driving a car, when someone called him. Также давайте разберем более сложные случаи. Итак, вопрос. Что ты делал, когда он позвонил тебе? Ведь это что ты делал? Это длительное действие. Поэтому past continuous в вопросе. Что ты делал? What were you doing? Когда он позвонил тебе? When he called you. What were you doing, when he called you? What were you doing, when he called you? Что ты делал, когда он позвонил тебе? What were you doing, when he called you? Другой вопрос. Как мы спросим. Что ты делал, пока ты ждал этого? Опять же, видите, длительное действие. Что ты делал? И также пока, while, указывает на continuous. Пока ты ждал, также длительное действие. Используем везде past continuous. Что ты делал? What were you doing, пока, while, ты ждал этого? You were waiting for it. What were you doing, while you were waiting for it? What were you doing, while you were waiting for it? Что ты делал, пока ты ждал этого? What were you doing, while you were waiting for it? Хорошо. А как сказать? Когда она говорила это, никто не верил ей. Акцент на длительность. Да, будем использовать. Да, где возможно, время past continuous. Когда она, when she, говорила это, when she was saying it, никто, no one, не верил ей. Видите, believe в continuous не используется, поэтому используем просто past simple. No one believed her. When she was saying it, no one believed her. When she was saying it, no one believed her. Когда она говорила это, никто не верил ей. When she was saying it, no one believed her. One more time. When she was saying it, no one believed her. Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь пройденный материал приложения English Galaxy для достижения максимального эффекта. До встречи. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok